Всем привет, друзья! У нас опять жара! Ну сколько можно? Конечно же, шучу! Я обожаю эту жару, это бабье лето. Наверное, давно такого жаркого октября не было, я не припомню, во всяком случае. И сегодня мы поедем в честь такой жаркой, хорошей погоды, посмотрим парк Утриш, это жилой комплекс. Также у них есть танхаусы, которые находятся в Суко. 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 Друзья, я с вами нахожусь на типовом этаже ЖК Парк Утриш. Это жилой дом трехэтажный, здесь на каждом этаже шесть квартир. Планировки идентичны, что в этом сданном корпусе, что в последующих, которые будут строиться. В этом жилом комплексе есть квартиры без отделки от застройщика, а есть квартиры с отделкой. То есть стоимость 10 тысяч, разница от 65, она сразу приходит в 75 тысяч за квадратный метр. Либо же вы можете купить без чистовой отделки, в предчистовой от застройщика, а далее сами уже самостоятельно найдете подрядчика и проведете сами ремонт, какой вы захотите. А сейчас я вам покажу именно уже с чистовой отделкой от застройщика, некоторые квартиры уже с мебелью. Одну из таких мы обязательно посмотрим. И я вам скажу, какая планировка и сколько она будет стоить. Первую студию, 42, это 41,9 квадратных метров, здесь шоу-рум. То есть эта квартира, конечно, продается, продается со всей мебелью, которую мы сейчас здесь увидим. Итак, что у нас здесь имеется? Имеется санузел. Здесь унитаз, раковина. По поводу душевой, она будет входить в стоимость, только вы сами определитесь, здесь будет душевая, либо ванна, то есть вы сами определитесь и далее вам, соответственно, поставят тот или иной вариант. Здесь у нас на этой стороне идет шкаф-купе. Он также вам остается. Давайте сюда тоже посмотрим. Это у нас в чистовую отделку входит. Ну, здесь сделан такой еще мини-дизайнерский ремонт. Здесь в любой квартире будет ламинат. Если вы берете с отделкой, вот этот диван, он также входит в эту квартиру. Продается столик тоже. Здесь продается кухонный гарнитур без техники. Это муляж, чтобы вы сразу понимали. Телевизор тоже муляж, скорее всего, поэтому он тоже не идет в учет стоимости. Здесь у нас вот такая вот тумба и столовая. В каждой квартире идет конвектор застройщика. Дело в том, что здесь, в этой квартире, нет центрального отопления, поэтому здесь электрические нагреватели, конвекторы ставятся. Можно поставить сплит-систему на ваше уже усмотрение. Имеется также разводка под сплит-систему. Также вам нужно будет ставить бойлер электрический, чтобы у вас была горячая вода. То есть это нюансы, которые я обязательно вам рассказываю, чтобы вы имели представление об этой квартире. Вся квадратура этой квартиры 41,9 квадратных метров. Здесь вот такая большая зона кухни-гостиная сразу. Но при желании вы, конечно же, можете сделать самую перегородку, отделив тем самым зону отдыха от зоны кухонной. Все, что вы видите в этой квартире, за исключением муляжа по электроплите и муляжа по телевизору, все это входит в эту квартиру. Стоимость данной квартиры 41,9 квадратных метров 3 миллиона 200 тысяч. У вас еще появится душевая кабина или ванна, все, что выберете вы. Ну и конвектор тоже входит уже в стоимость. Вот такая вот планировочка. Выход на лоджию я вам сейчас обязательно покажу. С видом на горы и на таунхаусы парка Утреша. Здесь еще, видите, детская площадка есть, качельки, горка, газончик стриженный. Растут зеленые туи. Ну и, соответственно, до моря. Я не могу вам не рассказать про расстояние до моря. До моря километр 800 метров. То есть единственный такой, наверное, веский минус, помимо того, что нет отопления, это то, что до моря, конечно, если пешком идти, то, наверное, проблемно. Но если у вас есть свой автомобиль, это не проблема. Вы можете доехать до Большого Утреша, можете доехать до Варваровской щели, можете доехать даже до пляжа Шингари. То есть если у вас есть свой автомобиль, вы всегда мобильны, вы можете доехать туда, куда вам самим хочется. Идемте дальше. Шикарная трешка, которая стоит 5 миллионов 700 тысяч. У нас здесь флизелиновые обои под покраску, ламинат постелен. И показываем комнатки. Эта комната может быть спальней или детской комнатой. С нее есть выход на балкон. Вот такой вот маленький балкончик. В эту отделку также входит натяжной матовый потолок. Двери нормального качества. Это у нас кухня-гостиная. Мы ее называем евро-трешку, эту квартиру, потому что здесь действительно можно сделать зону-гостиную с диваном. И у вас могут оставаться даже ваши друзья, если вдруг они пришли в гости и засиделись. Это у нас кухонная зона. Посмотрите количество розеток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Специальная розетка восьмая. Восемь, девять, десять. Если из обычных одиннадцать, двенадцать. Двенадцать розеток на эту шикарную большую кухню в гости. Идем в детскую комнату. Почему детская? Мне кажется, потому что здесь реально шикарный вид на горы. Это может быть и родительская комната. Отнюдь, как вам самим захочется. Но вы такой шикарный вид на горы приобретаете. И что самое главное, вот этот вид, он не должен застроиться. То есть здесь частный сектор. То есть высоких многостроек здесь не будет. Вы посмотрите, какая шикарная долина Сукоя. Эти горы настолько величественные, что это даже не передать никакой камерой. Здесь теплая сторона, солнечная. Поэтому будет здесь детская или спальня родителей, решать только вам. Но это самая светлая комната в этой квартире. И давайте я вам сразу покажу санузел, конечно же. Здесь все в плитке, естественно. Света нет, потому что, видите, выводка. Только разводка. Унитаз, раковина. И, как я говорила, то есть в любую именно чистовую отделку от застройщиков входит либо душевая кабина, либо, соответственно, ванна. То есть вы сами решаете, она входит в стоимость. Именно с отделкой, если вы берете квартиру. Напоминаю, эта квартира стоит 5 миллионов 700 тысяч. Находится она на третьем этаже. Здесь 77 квадратных метров. Если вам нужна более детальная планировка, пишите. Я вам скину полную планировку этой квартиры со всеми разметками, со всеми данными. Следующая у нас будет евро-двушка. Популярная, потому что она самая солнечная. Планировка здесь 56,9 квадратных метров. Вот одна из комнат. Это 14 квадратных метров. Может быть спальня и запросто. А вот это шикарная, огромная, просторная кухня-гостиная. И здесь есть большой бонус. Здесь есть либо гардеробная, либо кладовая. Дальше решайте только вы сами, как использовать эту комнатку, под какое назначение. Здесь три квадрата, достаточно просторно. Можно действительно что-то придумать нужное. Я бы сделала гардеробную. Или шкаф-купет туда встроила. И вот санузел. Он, кстати, здесь тоже большой. Видите, здесь вполне спокойно станет ванна. С этой стороны даже машинка станет. Многие спрашивают, почему мало розеток делают. Ну вот здесь мы считаем достаточное количество. Мне кажется, здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Только на этой стене. На этой раз, два, три. Может быть за дверью тоже розетка? Давайте посмотрим. Нет, с этой стороны три. Ну и там восемь. То есть в этой большой кухне-гостиной получается 11 розеток. В этой комнате, так как она маленькая, здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть розеток и давайте выглянем. Выглянем на улицу, потому что вид здесь шикарный. Это видовая квартира на горы Суко. Посмотрите, какой здесь длиннющий балкон. Видите, на большую эту кухню-гостиную. Здесь можно ли там поставить столик со стульями и кайфовать, пить чай с видом на такие горы. Да, солнечно, конечно, и эта квартира будет сама по себе теплая. Но вы знаете, я захожу в саму квартиру, и здесь она не такая жаркая, как там. То есть здесь, видимо, специальный фасад. Кстати, толщина стен я вам сейчас расскажу. Полностью с блоком, с утеплителем, со штукатуркой, вентилированным фасадом. Здесь 35 см. Это уральский застройщик. Если досмотрели это видео до конца, значит, вам действительно было интересно. А если вам интересно не только с точки зрения посмотреть, но и хотели бы узнать, как ее приобрести, за сколько ее можно приобрести и какие есть еще планировки, я же вам не все показала, то обращайтесь, номер мой есть под описанием к этому видео. Буду рада каждому ответить. Здесь шикарный вид на горы Суко, что с одной стороны, что с другой стороны. Здесь реально свой уникальный макроклимат, потому что здесь не бывает норд-оста очень крайне редко, потому что здесь защищены... долина Суко защищена двумя хребтами. Кстати, интересный факт. Здесь по инфраструктуре рядом находится детский садик Зоренко. Именно застройщик этого жилого комплекса, парк Утриш, спонсировал строительство детского садика Зоренко. А дальше есть школа номер 17 в Суко. Так что по инфраструктуре есть где деткам в садик ходить и где учиться в школе. Вот так выглядит вход в подъезд. Здесь будет стоять лавочка, мусорка. Культурно, красиво. Свет будет гореть, информационная доска. Все есть. Парковка возле жилого комплекса. Так как квартир в целом мало, то есть 18 квартир в подъезде, то я думаю, особо ажиотажа здесь не будет. Даже летом, даже в самый пик сезона. Плюс есть зона парковки с другой стороны этого жилого комплекса. Мы сейчас находимся на дворовой территории этого жилого комплекса. И сзади меня находится будущий бассейн. Здесь у нас располагается теннисный корт для жителей таунхаусов и жилых домов. Здесь у нас будет асфальтированная дорожка для пешеходов, для велосипедистов, для роллеров. Мы со временем посмотрим все жилые комплексы разных застройщиков в микрорайоне Сухой. И вы, может быть, сможете определиться для себя, какой именно жилой комплекс вам подойдет по душе.